Музыка Здарова, друзья! С вами Слава, проект Планета 108. Передаю привет с Бали. И подготовил к вам сегодня отчет о том, что было достигнуто в апреле месяца 2015 года. Вот он у меня записан в блокноте, сейчас я его зачитаю. Первый раздел у меня семья, и первая цель называлась «Я создал личную пенсию родителям, развил для них отдельный источник пассивного дохода, чтобы они не работали, и я должен был выполнить эту цель до 31 декабря 2015 года». Цель эту я выполнил в январе месяца этого года, и мои родители теперь получают дополнительный доход. Это доход от продаж книг, которые я специально публиковал для того, чтобы роялтис, чтобы выплаты с этих книг поступали прям моим родителям, и они немножко расслабились. Следующая цель. Я привез маму в Азию до 31 мая 2015 года. Эта цель на данный момент не выполнена в апреле месяце, но в мае месяце мы планируем с мамой приехать на Бали. И я считаю, что прогресс в этом направлении идет. Следующая цель – это спорт. Я делаю 100 отжиманий к 31 декабря 2015 года. Особого прогресса нет. Я опять спустился до планки 65 раз, и пока что дальше я не перехожу. Я считаю, что я все-таки достаточно ленюсь в этом направлении. У меня нет достаточно мотивации. Постараюсь изменить это в ближайший месяц. Следующая цель – финансы и бизнес. Раздел «Финансы и бизнес». Цель – я легко зарабатываю как минимум 2500 долларов в месяц до 31 мая 2015 года. Друзья, это был просто улетнейший месяц. В апреле месяце я заработал 3840 долларов 53 цента. И это все пассивно. Это самый улетный месяц, это самый большой мой доход вообще за месяц, когда-либо достигнутый. И особенно в рамках этого года, потому что я хотел до 31 мая зарабатывать хотя бы 2500 долларов. Но по ходу все мои усилия, все мое развитие, мои знания, моя дисциплина приводят к тому, что я могу рассчитывать и на более высокий доход. Следующая цель – я легко зарабатываю как минимум 3500 долларов в месяц до 31 декабря 2015 года. То есть я планировал так, до мая месяца раскачать свою способность зарабатывать 2500 долларов и до декабря раскачать способность зарабатывать 3500 долларов в месяц. На самом деле я в апреле месяце запустил еще один дополнительный источник пассивного дохода. Это уже второй источник пассивного дохода. Это я начал заниматься не только электронными книгами, я начал также заниматься продажей бумажных книг. И в этом месяце, в апреле месяце я заработал на продаже бумажных книг 203 доллара 52 цента. В сумме я продал 53 книги. Так что я рассчитываю, что до конца месяца, до конца года, до конца 2015 года я смогу даже больше зарабатывать со второго источника пассивного дохода, чем я сделал в апреле. Так что 3500 долларов, я думаю, я сделаю легко до конца года. Следующая цель, я сделал 2500 долларов сбережений к 31 декабря 2015 года. Я хочу вам сказать, что в этом месяце, в апреле месяце, я сохранил 2000 долларов. Я просто беру эту сумму со своего дохода, перекладываю ее на отдельный счет и я к ней не прикасаюсь. Так как в прошлом месяце у меня было в итоге за этот год сохранено уже 797 долларов, и я в апреле месяце сохранил 2000 долларов, в сумме получается 2797 долларов, то есть практически 2800 долларов. Это значит, что эту цель я уже вычеркиваю. В этом году я достиг еще одной своей поставленной цели. И я сохранил 2500 долларов сбережений. Следующая цель. Я передизайнил блок 3 с 1 декабря 2015 года. Пока что прогресса в этом направлении нет. Все работы по разработке своего блога, по усовершенствованию я пока остановил. Был сфокусирован на создании дополнительных источников пассивного дохода. Следующий раздел это «Личностный рост». И цель называется «Я посетил мотивационный семинар Тони Робинса «Unleash the Power Within» в США до 31 декабря 2015 года». Поставил эту цель я на июль месяц. Закрались у меня сомнения касательно сильно ли я хочу посетить этот семинар. Меняется все-таки мое отношение к некоторым целях. Но это нормально. Я думаю, в течение мая и начала июня я определюсь конкретно. Но в принципе ближайший семинар, который я могу посетить, это в Америке, в Чикаго. И в принципе финансово у меня достаточно, чтобы съездить на этот семинар. Я еще подумаю. Следующая цель это я посетил концерт «The Prodigy» 31 декабря 2015 года. Я фанат группы «Продижи» и я был на многих концертах. Я хочу еще раз посетить, может даже два раза, может даже три раза. До конца года я бы с удовольствием провел чудное время на концерте. Повеселился бы, побесился. До конца года я это сделаю. Пока что в апреле я никуда не ездил. Следующая цель – я посетил пять новых стран в этом году. Пока что новых стран у меня не отмечено. Пока что я никуда не выезжал. Нахожусь на Бали, развиваю свои источники. И я считаю, что если хорошо поработаю в первой половине, даже в первых трех четвертях этого года, в последнюю часть года я могу провести отдыхая, посещая концерты, мероприятия, путешествия. Следующая цель – забота о других. Раздел – забота о других. Цель – я написал 60 постов в блоге. И эти посты могут изменить жизнь других в лучшую сторону. В апреле я всего три цели, три поста написал. Можете посмотреть ссылки на эти посты внизу этого видео. Также следующая цель – я записал 45 видео для своего канала на YouTube, которые могут изменить жизнь других в лучшую сторону. Параллельно со созданием блог-постов я также записываю видео, как, например, вот это. И вы можете также посмотреть ссылки на другие видео вот здесь, прям в всплывающем огне. Следующая цель – я каждый месяц пересылаю 3% своего дохода в UNICEF, чтобы помочь тем, у кого нет возможности развиваться так, как у меня. А я потихоньку меняю направление своего, ну даже не меняю, а расширяю, скорее, направление своего донейшена, я начинаю помогать не только людям, но и природе, животным, потому что они больше всего не защищены. И это удивительно, но люди – самые жестокие создания на этой планете, которые абсолютно бездумно уничтожают природу. И в этом месяце, в начале уже мая, я посетил такое интересное мероприятие, когда выпускают черепашек, маленьких черепашек выпускают в океан. В апреле месяце я отправил деньги на помощь, некоммерческую организацию в помощь черепахам в Куте. И 10 мая я сходил на мероприятие, когда мы вместе выпускали черепашек маленьких, которые вылупились из яиц, которые были отложены в песок, в прибережную зону пляжа Кута. И сотрудники этой некоммерческой организации, они собирают эти яйца, и чтобы их ни туристы, ни другие хищники не смогли уничтожить, они их в специальных инкубаторах помогают им вызреть. И потом это такое веселое мероприятие, все вместе собираются, особенно дети любят это. К каждому в коробочку сажают маленькую черепашку, и потом идут все к океану, выпускают свою черепашку, там маленькие гонки, чья черепаха быстрее попадет в океан. В общем, это очень такое милое занятие, оно заставляет тебя подумать о том, какое ты место занимаешь на этой планете, и, может быть, ты чем-то можешь помочь. Я решил, что я должен больше денег направлять на помощь животным, потому что люди есть люди. Честно говоря, их так много, а животных становится все меньше, что логика должна как-то присутствовать в этом деле. Следующую цель я научил Серджанго серфить до 31 декабря 2015 года. Серега приехал на Бали, мы с Серегой серфим, отдыхаем, катаемся, учимся. К сожалению, последнюю неделю я в океан не выходил, я повредил себе немного шею, но через некоторое время я снова восстановлю свои занятия, и мы в океане разводим жару. Следующий раздел – это творчество. И цель называется «Я записал 6 новых миксов». Никакого настроения у меня не было заниматься музыкой, я безбожно работал в сторону развития своих источников дохода. Следующая цель – физическое и духовное здоровье. Раздел – физическое и духовное здоровье. Цель – я не пью колу, пяк пакетные соки и заменяю их водой. Так и было, я перестал в начале года пить соки и воду, пить пакетные соки и колу, и я пью просто воду, либо чай, мне этого достаточно, и я чувствую себя намного лучше. Не стоит забывать, из чего состоят эти все напитки. Ничего живого там нет. Следующая цель – я не ем говядину. Отказался есть говядину по простому такому принципу. Как-то однажды я кушал завтрак и услышал, как мочала корова. Мне что-то показалось, что она мне просто попросила, пожалуйста, не ешь, не ешь меня. Как-то так произошло. Не ел я говядину, в общем, в апреле, все в порядке. Следующая цель – я делаю йогу хотя бы три раза в неделю. Я перешел в режим каждый день, делаю йогу каждый день. Меня это занимает около 20 минут. Хотя мой well-being advisor советует мне делать минимум час, но я человек эффективности, и у меня есть еще много чем заняться на протяжении дня, поэтому на йогу я выделяю 20 минут, этого предостаточно. Следующая цель – я прочитал Бхагавадгиту. Читаю очень сложную работа, очень сложная книга, непростая. Постоянно меня бросают с одной крайности в другую, но на выходе все-таки я чувствую, что я приближаюсь к окончанию чтения книги, и я приближаюсь к чему-то, к какому-то такому моменту, где много плохого, я верю, что много плохого, что когда-то присутствовало в моей жизни, оно самостоятельно просто теряет интерес ко мне и уходит. Ну, пусть так и будет. Следующая цель – я провел 10 дней на сырой еде. Пока я не занимался этой целью, пока этим я не занят, не интересовался. Чуть позже сделаем. Следующая цель – я дважды провел профилактику зубного врача на протяжении года. Ну, пока первое полугодие не закончилось, поэтому к зубному мы не спешим. Проблем с зубами пока что нет, но просто general check-up должен присутствовать каждое полгода. И клинику я, как уже говорил, в прошлом месяце уже нашел. Туда мы и появимся в скором будущем, а скорее всего это будет либо май, либо июнь. Следующая цель – два раза в месяц я отдыхаю, полностью забыв о целях, делая день лентяя. Да, было у меня два дня лентяя. В эти дни я не медитировал глубоко, как у меня однажды было в Таиланде. Но я провел эти дни, читая книги, и я закончил, наконец-то, читать книгу Арнольда Шварценеггера. Его автобиография – просто улетнейшая книга. Скорее всего, следующий пост будет о том, мой отчет о прощении этой книги. Также просто почистил свой компьютер, что принесло мне удовольствие, потому что захламленный комп, он все-таки как-то не мотивирует работать эффективно. Отдохнул на природе, покатался на мопеде, покупался в океане. Именно покупался, не просто посерфил, а покупался. Я давно этого не делал. Просто зайти в океан и побарахтаться в волнах. Такое какое-то новое для меня занятие, потому что обычно провожу время в океане на доске, и это оперативно, быстро и сурово. Так, и следующая, последняя цель. Я сделал годичную страховку. Подобрал я несколько вариантов, но почему-то пока что я не решился на покупку. Надо разобраться с деталями, потому что есть одна загвоздка, в которой я не совсем разбираюсь. Это касательно с какого момента страховка начинает работать. Потому что одни говорят, в одном случае, одна страховая компания говорит, нужно выезжать со страны, заезжать в страну. Другая говорит, что все работает уже на месте, там на первый, второй, третий день. В общем, работаю над этой целью. Скоро у меня будет страховочка на год. Чего бы я хотел вам пожелать в следующем месяце? Пожалуйста, задумайтесь над тем, как вы можете автоматизировать свою работу, перевести ее на автопилот. В моем случае я смог это сделать и получить, начиная продавать электронные книги. То есть я свои средства, которые у меня были, какие-то доллары, какие-то там 5, 10, 50, 100, 500 долларов, я перевел в электронные книги. То есть я просто саккумулировал базу книг, которые принадлежат теперь мне. И я научился и правильно понял, и понял, как правильно их продвигать и продавать. И они мне теперь приносят примерно такую же сумму, как они мне обошлись. Мне такую же сумму приносят каждый месяц на автопилоте. В данный момент я в апреле месяце нанял нового виртуального помощника «Филиппинку». Предыдущая мне загнула высокую цену, я решил отказаться, спасибо. Я обучил новую молодую девушку, которая помогает мне с рекламой моих книг. И в мае месяце я пока что не могу как бы отчитываться за это, но в конце мая я читаюсь за достижения в мае. Я уже нанял вторую, еще одну помощницу, то есть у меня теперь две помощницы. И, скорее всего, в будущем я сделаю так, что одна будет менеджить другую. Второе, я сделал второй источник дохода, это бумажные книги «Paperback Books». И эти книги тоже продаются на автопилоте, на автомате, компании специально занимаются индивидуальной заточкой, индивидуальным паблишингом этих книг. То есть если клиент хочет купить, никаких проблем, ему не нужно покупать сразу тысячу экземпляров. Это уже давно проезженная старая советская схема, которая давно уже не работает в западном мире. Сейчас, если ты хочешь что-то купить, тебе это недорого обойдется. В общем, люди покупают мои бумажные книги, и у меня уже 200 долларов дохода есть прямо с первого месяца, что я считаю просто отлично. Третий, самое, наверное, интересное. Я закончил, наконец-то, разработку своего сайта. Это называется keepassivemoney.com Ссылку можете посмотреть под этим видео. Это пошаговая стратегия, пошаговая руководство, абсолютно прозрачная, прозрачная, от начала до конца, с нуля до продаж. Как зарабатывать деньги на продаже электронных книг? Это, наверное, просто вопрос номер один, или даже вопрос номер ноль, который абсолютно всех интересовал в моих имейлах. Я считаю, что это одно из самых важных знаний, которые я могу вам передать. И я хотел бы, чтобы в какой-то день, в какой-то момент вы тоже созрели и сделали новый шаг в сторону пассивного дохода, потому что однажды познав сладость, однажды познав удовольствие от неработы, от свободы. Вот представьте момент, например, когда вот, скажем, вы меняете одну работу на другую, и между первой работой и второй работой, скажем, когда вас уволили, либо когда вы уволились, либо когда вы просто на неделю ничего не делаете, никуда не ходите на работу, у вас есть просто невероятнейший кайф. Вот представьте, что этот кайф никогда не заканчивается. Вот так я живу. Ребята, я вам рекомендую в какой-то момент обратиться, написать мне, решиться и приобрести этот курс, приобрести доступ на этот сайт. И вы получите возможность в любое время, по небольшой цене, в любое время, всегда пройтись по всем урокам. Там будет 15 уроков основных, 3 бонусных урока, куча шаблонов для переписок, для ведения, все договора, которые вам нужно иметь, все, что вам нужно знать, вся схема. Вы будете постепенно выходить на тот же пассивный доход, что и я, может даже выше. Я даже желаю вам выше зарабатывать, потому что я занят еще другими источниками. Я вижу просто невероятнейший потенциал вообще работы, заработка в интернете. Это не какие-то там клики, казиношки. Нет, есть абсолютно адекватные, нормальные источники. Это даже не источник, это называется выстроить систему, выстроить схему, выстроить продукт, выстроить подход, выстроить сервис, выстроить схему поддержки. Все это работает. Просто нужно знание, нужно усилие, нужна практика. Я считаю, что этот курс может быть просто улетнейшим стартом для любого. Даже школьника, который хочет постепенно выйти на пассивный доход, получать тысячу, две тысячи долларов, три тысячи, кто может, сколько кто может, так и может дойти до любого уровня, можно дойти в принципе. Я просто разленился в сторону продажи книжек, потому что я всегда был человеком, у которого идея залетает, моментально ее нужно либо сделать, либо за нее взяться. Но когда-то я страдал тем, что я не заканчивал свои проекты. Сейчас я свои проекты научился заканчивать. И у меня сейчас плавает еще несколько проектов, которые не закончены, поэтому я должен их доделать. Потом я снова возьму за свои книжки, усилю свой оборот еще в несколько раз. Что бы я хотел сказать? Еще, пожалуйста, оберегите свое здоровье, потому что в будущем, в будущем люди обычно поступают наоборот, потом они работают для того, чтобы его сохранить. Оно вам дано бесплатно, наслаждайтесь, наслаждайтесь своим здоровым телом и путешествуйте. До новых встреч! Слава проект Планета 108! Подписывайтесь, будьте самыми первыми, кто узнает о новых видео и о новой информации, которая поможет вам изменить вашу жизнь в лучшую сторону, как это происходит у меня. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok